Рождество Что для меня Рождество? Рождество это такое время, когда уже став взрослой, я на какое-то время могу снова стать как маленький ребенок. Для меня это всегда ожидание какого-то чуда, каких-то подарков. А еще Рождество это время, когда мое сердце может стать немножко больше, немножко мягче. Это время, когда я могу подумать о людях, которые находятся рядом со мной и приготовить им какой-то подарок. А еще это время, когда я как любой человек понимаю, что я на кого-то сержусь или злюсь и могу просто простить в своем сердце этих людей. А еще это классное время, чтобы побыть со своей семьей. И это не нужен специальный никакой повод, это просто время, которое есть. Это время, когда сердце становится мягче и лучше, больше. Это время, когда можно дать другому человеку часть своей любви. Потому что Бог живет в каждом человеке. И во мне, и в тех, кто меня окружает. Доброе утро, Церковь! Сегодня последнее воскресенье перед Рождеством. И сегодня мы будем зажигать четвертую свечу Адвента. Эта свеча называется ангельская. И эта свеча символизирует пришествие в мир Спасителя. И также радость, которая наполняет сердца людей. Сам Бог стал человеком и сделал самый большой подарок для каждого из нас. Иисус пришел в этот мир, чтобы познакомиться с каждым из нас лично. И давайте прочитаем местописание Луки, первая глава с 26 по 37. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовек, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». И давайте сейчас помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждый день наполняешь наши сердца и нас своей любовью. Спасибо Тебе, Господь, за это чудесное время ожидания Рождества, когда наши сердца, они могут быть более открытыми, более чуткими. Благослови, Господь, наполни нас Твоей любовью и научи нас любить окружающих нас людей, так, как любил Иисус. Сделай наши руки руками, которые поддерживают. Сделай наши сердца сердцами, которые всегда любят и никогда не осуждают. Благослови, Господь, нас в эту неделю, и пускай эта неделя, она заложит большой фундамент на всю нашу дальнейшую жизнь и на весь наш предстоящий год. Аминь. Мы маленькие свечи, и можем мы светить. Тепло от нас излечить, и душу исцелить. Свет свечи, греет нас в ночи. Свет свечи, радость нам неси. И в этот дивный вечер, ликует весь народ. С рождественской песни, встречаем Новый год. Свет свечи, греет нас в ночи. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.